Здравствуйте! И снова перед нами весы. На левой чаше весов 3 кубика, вес которых неизвестен, а на правой чаше 9 кубиков по 1 кг каждый. Чаши весов уравновешены. Масса 3 кубиков на левой чаше равна массе кубиков на правой чаше. Вместо того, чтобы на кубики поставить знак вопроса, мы поставили х. Значит, масса 1 кубика равна х кг. Все 3 кубика равны. Нам нужно найти этот х, найти, чему равен вес 1 кубика. Давайте подумаем, как можно это сделать. Как нам найти вес кубика на левой чаше? Что нам нужно сделать с обеими чашами весов, чтобы выяснить, чему равен х? Нужно сделать так, чтобы на левой чаше весов остался только 1 кубик, потом уравновесить весы. Под словосочетанием «уравновесить весы» я имею в виду проделать то же самое действие и с другой чашей весов. В результате мы получим на правой чаше массу, которая и равен х. Чтобы на левой чаше остался только 1 кубик с х, нужно убрать остальные 2 кубика. Этот, к примеру, и этот. Но если мы уберем эти 2 кубика с левой чаши, то она станет легче. Масса на левой чаше уменьшится, и она, соответственно, поднимется вверх. А правая чаша опустится. Значит, чтобы весы оставались уравновешенными, нам нужно те же действия проделать и с правой чаши. Другими словами, нам нужно убрать из правой чаше массу, равную массе этих 2 кубиков с х. Но в этом-то и загвоздка. Мы не знаем, чему равна масса этих 2 кубиков. Мы не знаем точно, какое количество маленьких кубиков на правой чаше соответствует 1 кубику на левой чаше. Поэтому отнять от правой части такую же массу не получится. Мы не знаем, чему она равна. А что, если мы умножим всю эту массу на левой чаше на 1 треть? Соответственно, мы умножим на 1 треть массу на правой чаше. Чаши весов останутся уравновешенными. Если масса этих 3 кубиков равна массе этих 9, то и 1 треть массы на левой чаше будет равна 1 треть массы на правой чаше. Так что давайте оставим на левой и правой чашах весов только 1 треть всей массы. То есть умножим массы на чашах на 1 треть. А умножение на 1 треть – это то же самое, что и деление на 3. И если мы умножим массу на левой чаше на 1 треть, то останется только 1 кубик. А чему равна треть массы на правой чаше? Пересчитаем, сколько всего здесь кубиков. 9 кубиков по 1 кг. И если мы умножим эти 9 кг на 1 треть, то получится 3 кг, то есть 3 кубика. Значит, вот эти 6 кубиков мы убираем. В итоге на правой чаше остается только 1 треть массы, и на левой чаше остается только 1 треть массы. Весы будут уравновешенными, так как мы оставили и с одной, и с другой стороны третью часть одной и той же массы. Значит, в результате на левой чаше остается только 1 кубик с х, а на правой чаше 3 кубика по 1 кг. Отсюда вывод. х равен 3. Поскольку, еще раз повторю, чаши весов уравновешены. На этом все. До скорых встреч!